Всем огромнейший привет, с вами Слава Айс. Мы продолжаем прохождение такой замечательной игрушки, как Binding Paradise. Хочешь нарисовать самолет? Все равно его никто не увидит. Вначале. Мы, видимо, в том времени, когда его босс или умер, или с работы уволился, ну или что-то типа этого, находимся сейчас. Потому что все как бы закрывается, или типа закрывается. Предупреждение о закрытии аэропорта. Вот, пожалуйста. Что ж, все когда-нибудь заканчивается. Получена заметка. Закрытый аэропорт. Тут нам нужна одна сфера воспоминаний, чтобы пройти дальше. Так просто нас туда не пустят. Кстати, вот еще одна. Смотрите, сцена. Довольно-таки любопытная, мне кажется. Смотрит на картину. Тебе всегда нравились... Тебе всегда нравилась эта картина, да? Я поручил сберечь ее для тебя. Небольшая вещичка, которая будет напоминать об этом месте. Спасибо, босс. Ты хорошо на нас поработал, парень. Честно, заслуживая уважения... Ох, я чуть не забыл. Твой любимый самолет побудет здесь еще день, пока мы его не увезем. И если захочешь подарить ему последний полет, все за счет семьи. Мы получаем воспоминания. Возможно, последний полет-то будет следующая, как бы, часть истории. Так, странно видеть эти полки пустыми, а? Как и все это место. Так, к сожалению, видите, компания, видимо, босса разорилась и... Ну, или просто, не знаю, закрывается за ненадобностью. Так, Коллин тут работал достаточно долгое время. Так, что будешь делать дальше? После закрытия аэропорта? Ну да. Ну, есть одна вакансия в гражданской авиации, на которую я попробовался. У меня прошло с ними собеседование, думаю, шансы неплохие. Мне еще предстоит долгий путь, но это поможет хотя бы наработать опыт полетов. Ух ты! Подумай только, ты уже так далеко зашел. Кажется, будто только вчера мы стали на тех балконах. Спайте, кстати, спасибо за пинок, в котором я так нуждался. Всегда, пожалуйста. Эй, как успехи с той девушкой из оркестра? С Софией? Ну, мы общались. И? Не знаю, возможно, скоро попробую пригласить ее на свидание. Ноэм, ты ведь знаешь, как у меня с такими делами. Хочешь помочь мне подготовиться? Блин, ну зачем ты это говоришь? Она ж по-любому тебя любит. Ты ее любишь. Ну, че же вы, блин, говорите? Нафиг эту Софию. Просто нафиг ее. Пока не поздно. Ох, не уверена, что смогу помочь и в делах сердечных. Ну, если хочешь совет, я бы предложила поработать над собой. Стать более интересным, бла-бла-бла. Да-да, все-то работаю над этим, а. Ну, блин, ну это печальная история. Теперь понятно, какие у него сожаления, скорее всего. Он хочет ее забыть. Или наоборот, он хочет, чтобы в воспоминаниях у нее с ней получилась, а не с женой. Знаешь, в последнее время мы не так часто разговариваем. Иногда, даже если рядом, ты просто занимаешься своими делами. Я знаю. Прости, многое в последнее время было дел. Хороших дел, да? Что-то у тебя все налаживается. Я... Эй, так ты возьмешься за тот полет, который предложил босс. Барри сказал, что возле холма, на который мы взбирались, есть полоса травы. Неплохой денек, чтобы попробовать там приземлиться. Ага. Ты со мной? Ого. Блин, какая молота, просто. Какая молота. Получена заметка, отдалились. Ну да, отдалились. Ну да, отдалились. Ого. Я думаю, что он очень тупой. Я думаю, что он очень тупой. Он дико тупой. А это не точно. Удивительно, как такое простое желание считать счастливым может быть таким запутанным. Конечно, он не облегчил нам задачу своими двухсмысленностями. У меня идея. Получен перманентный маркер. Что он творит? Да ладно, он усы ему нарисовал. Все, пошли с зарплатой. Ты что, совсем дурак? Ты не можешь просто взять и нарисовать ему такую улыбку. Губы красные, а не черные, болван. Отлично. Теперь он выглядит как влюбленный Джокер. Мы открыли почти все воспоминания, не так ли? Наверное, воронка должна была быть совсем рядом. Хорошо. Может быть, это поможет нам найти источник его желания. Как будто мы его еще не знаем. М? Очевидно, что это она. Она неспроста постоянно появляется. Она явно... Он явно не мог выкинуть из головы любовь детства и задавался вопросом, а что если? Он хочет быть с ней, но у него есть принципы. Потому знает, что это невозможно. Идеальное сочетание для печального мужчины, которому нужна наша помощь, чтобы докопаться до сути проблемы. Ты предлагаешь ее удалить? Ну, если и так, то ты в этом эксперт. Это напоминают на первую часть игры, да? Но в любом случае, что-то нам изменить нужно. В конце концов, это то, что мы можем менять сильнее всего. Колин сам сказал, что мы должны постараться не менять то, что касается его семьи, так ведь? Помимо этих воспоминаний, Фей единственная, кого мы постоянно встречаем. Думаю, ты прав. Можем начать с нее, а потом посмотрим. Но все равно, тут что-то не складывается. Привет. Это... это она, что ли? Это я, Рокси. Я здесь. Ой. Как вы там? Эм, конечно же, замечательно. Замечательно. А ты, Ма, а ты как там? Ты документы принесла? Да, я принесла документы. А еще Роба. Что? Терпеть его не могу. Я все слышу. Привет, Роб. Привет. Короче, ребятки, не хотите ли вы быстренько выйти и разобраться с бумагами, а? Мы тут немного в ударе. Может, попросим мы их помочь с бумагами? Ой, кстати, Нил, я спросить хотела. А о машине, кажется. А выдвигаюсь. Подготовьте формы для заполнения. Подожди, ты чего? Ты знаешь правила, Ева. Колин наш пациент, и кто-то из нас должен проверить документы. Ну да, но мы уже позволили другим помогать, и в главном офисе никогда не возражали. Может, Ева, мы должны были возражать? Может, мы должны были возражать? И когда ты стал таким правильным? В общем, найди последнее звено. Пока я отойду, договорились? Скоро буду. И позвони, когда мы будем готовы двигаться дальше. Не хочу это пропустить. Эй! А он, блин, как всегда убежал. Акт второй. Тебе больше не нужно уходить. Не знаю, сколько в игре актов, но явно не один. Скорее всего, 3-4. Так, дай-ка уточню. Ты полностью разобрал оборудование, потому что делать их обслуживание отстой, да? Слушай, так было проще всего. Доверие это дело компании, они бы его никогда не закончили. Прямо как эти документы. О господи, я только что поняла, что ты говоришь и пишешь одновременно. Поразительно. Надеюсь, ты не сделал за меня ошибку. Извини. Знаешь, даже я не могу понять, говоришь ли ты с сарказмом. А это многое значит. На самом деле, ты немного напоминаешь мне кое-кало из воспоминаний этого пациента. Она тоже эксцентрична и вечно во все лезет. Правда? Я бы с удовольствием с ней познакомилась. Не сомневаюсь, жаль, что скоро нам придется с ней разобраться. В любом случае, фух, все документы оформлены и подписаны. Спасибо, что принесла документы, Рокс. Пойду проверю состояние Колина. О, ты собираешься так просто смыться? Ты можешь обмануть Еву и Роба, но неужели ты думал, что сможешь провести коллегу техника? Я провела небольшой осмотр, и ты, кажется, не только излег стабилизатор. Оборудование, которое ты используешь, даже не из Зигмунда, не так ли? Потому что зарегистрированное на тебя оборудование находится в главном офисе. В твоем кабинете. Не знаю, что ты задумал, но собираюсь это выяснить. Кхм-кхм. Эй, Роб, а как там обстоят дела? Все хорошо, я разговаривал с врачом и... Что за убийственная атмосфера? Ой, Роб, опять ты сочиняешь? Нет, я вовсе не сочиняю. У вас тут все в порядке? Все это как по маслу. Нил как раз собирался проверить состояние Колина. Да, я пойду проверю состояние Колина. Ну, на этом мы заканчиваем очередную серию нашего прохождения. Огромнейшее всем спасибо, кто смотрел. С вами был Аэс и всем пока-пока.